У нас четвертый урок в третьем дне в благословенной среде в Еврейском, Мессианском, Библейском институте Жемчужины у Бога города Одессы Да? Аллилуйя! Хорошо, значит, Иофор и Моисей, да? Да, интересные у нас личности, которые повлияли, которые вошли в библейскую историю И мы с вами говорим о том, что для того, чтобы нам поднимать наше служение для того, чтобы наши общины росли и наши служения нам нужно переходить на новый уровень И, как я понимаю, как мы, допустим, используем это, можем применить Бог вложил Иофору, вот эту вот Божью структуру семейной общиной жизни И эта структура, она вошла в новозаветную общину, да? То есть мы можем ее применять, этот принцип, по крайней мере, который мы можем применить в новозаветной общине Поэтому для нас очень с вами важно понимать и закрепить в наших умах и сердцах то, что мы не можем, мы не должны, это будет неправильно, если мы только служим одному пастору, да? Если мы будем служить только какому-то одному служителю И если для нас этот служитель или пастор, он станет для нас каким-то идолом Мы служим Господу И, с другой стороны, я как служитель, я как пасторь Безусловно, я уже не могу, допустим, проследить за всем По мере роста нашего служения общины И не смогу проследить за всем, что происходит И уделить себе внимание Поэтому, безусловно, нужно поднимать этот уровень Поднимать эту систему взаимоотношений Воспитывать лидеров Поднимать лидеров Для того, чтобы община, она созидалась и строилась И, конечно же, другая крайность Когда мы игнорируем служителей Когда мы игнорируем пастора Это очень важно Вот, потому что мы служим не человеку Мы служим Господу Но мы всегда с вами должны вникать в нужды тех Которые заботятся о нас Правда? Сейчас я закончу Вот Галатам 6 глава Давайте мы продолжим Сейчас, Сережа Чтобы я мысль закончил То есть мы должны быть теми людьми Теми служителями И теми общинами Которыми будут жертвенными Которыми будут даятельными Которые будут заботиться Правда? Для нас это очень важно Чтобы мы благословляли наших пасторов Наших служителей Понимали их труд И понимали их жертвенность И что им тоже нужно где-то отдыхать Как и нам Правда? Вот, чтобы передохнуть И так далее Поэтому Смотрите, что написано После того, как даются некие указания О ношении бремени друг друга Потому что каждый понесет свое бремя Каждый Понесет Свою ношу Каждый Смотри За тем, что ты делаешь И дальше Наставляемый словом Делись всяким добром С наставляющим Очень сильный стих Очень сильное место Не обманывайтесь Бог поругаем Не бывает Что человек посеет То и пожнет Сеющий в плоть свою От плоти пожнет Тление А сеющий в дух От духа пожнет Жизнь вечную Делая добро Да не унываем Ибо в свое время пожнем Если не ослабеем Не обязательно нам увидеть Сейчас плоды сразу Да Не обязательно Мы должны быть замеченными Когда мы делаем какое-то добро Вот Бог это знает Бог это видит То есть Слово Божие нас мотивирует Чтобы мы продолжали это делать Не унывали Были щедры И так Доколе есть время Будем делать добро Всем А наипаче своим поверью Да Давай уступим даме Пожалуйста А как вот рассматривать Вы говорите Не обязательно Как бы Показывать Ну как бы Свою То что ты делаешь Как бы добрые плоды Бог видит плоды Которые ты приносишь Да А вот Иисус сказал Как узнаете Людей По плодам их Узнаете их Есть же какие-то явные плоды Которые мы должны Видеть в людях Или как Я говорю о том Что Чтобы мы не показывали На показ А чтобы именно На показ Не выражали То есть Есть категория Людей Которые Ну как бы Делают для того Чтобы тебя заметили И тебя увидели Вот Чтобы Тебя заметили Увидели Похвалили Вот и так далее Поэтому Я например Наверное Это есть В любой общине Не знаю По крайней мере Я это Когда общался С пастырями Есть Такая категория Людей Это не значит Что они там Ну как бы Нужно Стараться Давать людям Такую возможность Чтобы они освобождались От этого И понимали Что они служат Господу Не человеку Поэтому Когда я вижу Что такое происходит Я стараюсь Даже глазами Не встречаться С этими людьми Если они что-то делают Молодцы Я могу просто сказать Кому-то из служителей Пойди поблагодари Вы понимаете И это совсем Начинает менять ситуацию То есть Раньше всегда Делал это я Как бы Поощрял Вот Молодец Все И Но я понимаю Что как бы Вот Человек старается Именно угодить Мне Человек старается Именно сделать То что я говорю Вот То есть Как бы С одной стороны Хорошо Но с другой стороны Я смотрю Что человек От этого страдает То есть Человек Ну как бы Я даже проверял Специально Что если у меня Какое-то нет В общине Время Этого человека Не очень сильно видно Тогда Когда есть пастор Понимаете Да Все это уже Такие разные Технические Моменты Поэтому я Стараюсь Если Этот человек Есть Он продолжает Ну как бы Делать Хорошо Дело Но при этом Чтобы его Обязательно Заметили Я даже С ними Глазами Не встречаюсь Это помогает И все Человек Понимает Что А плюс Мы еще Об этом Говорим Безусловно Стараемся Тогда Постепенно Оно Все Становится Да Как за некоторыми Наблюдал Братьями И сестрами Так и За собой Если вдруг Представитель Пастора Или сам Пастор Или Какой-то Из служащих Лидеров Перестал Иметь Во мне Во мне Самом Доверие Не то что Доверие А как бы Авторитет Потерял Но На служении Он себя ведет Правильно А вне служения Вне За пределами То есть Ты потерял авторитет Но ты ведешь Свои правила Он в моих глазах Потерял авторитет И Вне служения Ты начал говорить Про себя Я говорил про себя Что Вопрос Основывается на том Что Для того Чтобы Слушаться Параллельно То что у нас Писание имеется Вот Мы еще И имеем В наших лидерах Пасторов Авторитет Который они заработали Помимо авторитета Услованного от Бога Есть еще авторитет Который уже приобретенный Перед братьями и сестрами И вот на уровне Того авторитета Который мы приобрели Наши пастора Наши лидеры Приобрели У нас приобретенного Он теряет В моих глазах Этот авторитет Я перестаю Из-за этого Потеря авторитета Считаться с ним Уважать его На основании того Что вне служения Он ведет себя Где-то неправильно И не соответствует Своим словам В большей степени Ты притыкаешься Ты притыкаешься Возможно Это форма притыкания Возможно Я сейчас не хотел бы Это рассматривать Вот И тут вопрос Как себя вести Если этот Допустим Лидер Пастор Он ведет себя На служении Прекрасно Говорит правильные вещи На служение Он поступает правильно А вне Не соответствует Молиться И покрывать Наготу Но мне продолжать Надо быть В его Или не продолжать Или ему сказать Тут Такой ты вопрос Задаешь Который Ну Понятно На него Неординарно Нельзя ответить Потому что Нету совершенных Даже и по здоровью Служителей Они тоже могут Ошибаться Вопрос заключается В том что До какого времени Как бы Ну Как это усугубилось Понимаешь И что конкретно То есть Тут же Может Может Ты не разобрался Может Это слабость Его характер Может Быть Это Ну Еще что Может У него Ну Такое Какое-то Эмоциональное Восприятие Фундамент Заключается На том Что Мое Внимание Вот Я увидел Огромное Несоответствие В быту В жизни И на служении Я тебе хочу Сказать так Я Для меня Очень хороший пример Бердичевец В нашей церкви В которой мы Покаялись Она для нас Остается Родной церковью Вот И Наш пастырь Этой церкви Ну Точно так же Как и я Как и другие Вот Он может допускать Какие-то ошибки Вот И безусловно Могут приходить Мысли Что Как бы Ну Это человек Это служитель Где-то может терять Авторитет Или так далее Но для меня Очень колоссальный Пример Один из его Помощников Церкви Который Несмотря на то Что Вот он С первого дня В церкви Уже Церкви 16 лет Он помощник Пастыря У него были Очень трудные Периоды И я просто Помню Даже когда С ним Иногда Общался Но я Старался Очень аккуратно Но я Понимал Что ему Очень тяжело Сейчас Соглашаться С мнением Своего пастора Соглашаться Допустим Даже В это время С каким-то Ведением Церкви Вот Но он Смирялся Он Смирялся Он Молился Он Своим Поведением Отношением Вот Давид Исаул Хороший Пример Читайте Про Давида Исаула И потому Что Любые Наши Какие Какой-то Наш Неверный Взгляд Он Такой Очень Опасный Это Такая Грань Что Это Может Нас Привести Я Хотел бы Ответить На свой Вопрос Только Кратко Да Но Это В моем Понимании Возможно Кого-то Это Не Устроит Или Я Неправильно Понимаю Но Я Убежден В этом Значит Перед Лидерами И Пасторами Есть Два Авторитета То Бишь Один Безусловный Авторитет Который Бог Дает Вот Допустим К примеру Сегодня Назначили Лидером Вадима Келдыша Так Вот За Студентами Там Старостой К примеру Это Безусловный Авторитет Который Назначен Руководство Института К примеру А есть Уже Вторая Форма Авторитета Который Этот Лидер Келдыш Вадим Зарабатывает По ходу Служения Между Студентами Если У меня Проблемы В Авторитете Во втором Я не Принимаю То Я должен Смотреть На Первый Хорошая Убежденность Хорошо Хорошо Значит Ну Это было Наше Такое Отступление Да Вообще Важно Конечно Об этом Размышлять Нам С вами Понимать Чтобы Мы Понимали Какому Богу Мы Служим Мы Служим Не себе Конечно Нам Хочется Показать Себя Нам Хочется Чтобы Мы Выделились Вот Но Нужно Быть Все равно Бдительным Поскромнее Как Говорится Да 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 У меня Открыто В послании Галатам Десятый стих Так Обозначен Наблюдайте Дни Месяцы Времена И годы Боюсь Боюсь За вас Не Напрасно Ли Я Трудился У Вас Хорошо Значит Немножко Хочу Рассказать Такой Пример Из Нашего Такого Из Наших Взаимоотношений С женой Какой У нее Был Характер Какой Был У Меня Характер Моя Жена Фаина Она Росла В такой Атмосфере До Покаяния В атмосфере Таких Веселых Друзей Достаточно Она была В таких Общительных Компаниях Моя Жена Она Извините Но она Такая Эмоциональная Может быть По-еврейски Вервер Куцер В хорошем Смысле Ну есть Разный Есть Разный Типаж Вот Нашего Народа Поэтому Все мы Разнообразные Да 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 Есть Украинцы Русские Все Национальности Мы Все Все Народы Мы Есть Разница Да Между Призванием И И Есть Разница Как Нас Кого Бог Призывает Есть Разница Между Любовью Потому Что Перед Любовью Божьей Мы Все Равны Правда Вот Бог Избрал Еврейский Народ Нам Нужно Это Понимать Утверждаться Говорить Это Вот Но Мы Должны Понимать Что Бог Всех Любит Одинаково Все Народы Если Если Мы Где То Чуть Говорим О Еврейском Ну Мы Находимся В Еврейском Институте Правда Поэтому У нас Еврейско-мессианское Служение Это Так Чтобы Может быть Никого Не Обидеть Но В первую Очередь От себя Потому Что Я Не Так Я Жил Еврейской Сознательной Жизнью Хорошо Да Ну Вот Бог Мне Дал Этот Варвар Кутер Потом Что Вы Хотите Скорее Да Да Я Сегодня Встретила На работе Сестричку Она С Харизматической Церкви И Я В той Родилась Церковь Харизматическая И Я Просто Начала Говорить О Еврействе О том Что Господь Избрал Еврейский Народ И Просто Как бы Так Это Все Незаметно Я Начала Ей Говорить О чем Мы Учим Что Мы Учим Как Господь Действительно Он Говорит О Народе Своем Что Это Его Первенец И У нее Тоже Есть Еврейские Корни Но Когда Я Спрашиваю А что Такое Она Она Такая Но Я Не Хочу Спорить Чтобы Никакие Духи Не Прошли Никакие Духи Задать Такой Вот Еще Вопрос Дополнить Вот Сергея Так Скать То Есть Момент Вопрос Авторитета И Уважения Да То Насколько Это Отличается И То Можно Ли Иметь Уважение К Человеку Но Он Не Авторитетен Для Тебя И Наоборот То Как Вот Эти Для Меня Это Не То Что Синодис Эти Два Понятия Но Они Очень Близки Друг Друг Слично Для Меня То Ну Понятно Когда Мы Говорим Авторитет Это Само По Себе Слово Ну То То Это Человек В Авторитете Да То То Это Больше Чем Уважение Но Для Меня Одно Дополняет Другое То То Вот Так Понимаешь Понятно Когда Мы Мы Можем Уважать Какого Служителя Но В сравнении Как бы В хорошем Сравнении С другим Другой Служитель Он может Быть В большем Авторитете Для Меня Но Это Не Значит Что Этот Человек Для Меня Он Тоже Не Авторитет Понимаешь То То Есть Можем Взять Очень Многие Вещи Полезные Получиться И у Этого Человека Поэтому В каком То Смысле И он Для Меня Авторитет То Есть Вопрос Давид И Саул Давид Безусловно Уважал Саула Он Говорил Это Помазание Господне Авторитет Как я Понимаю Авторитет Для Меня Этот Человек Авторитет Я Хочу Похожим Быть На Него Я Поэтому Стремлюсь К Нему И Учусь От Него Если Например У Саул Если Он Для Него Не Был Авторитетен Он Не Хотел Быть Как Саул Но Он Его Уважал Все Равно Потому Что Да Это Помазание Господне То Я Не Подниму Руку На Него Мы Не Будем Спорить Значит В чем Вопрос Заключается В чем Вопрос Подожди Передай Пожалуйста Чтобы У нас Ситуация Не Вышла Из Под Вы Понимаете То Возможно Ли Возможно Ли Возможно Ли Возможно Ли Человека Уважать Да То Да Но Он Для Тебя Не Авторитет Для Меня Нет Я Уже Объяснил Из Того Что Я Сказал Для Меня Человек Может Быть Больше Авторитетен Тот Менее Авторитетен Но Я Говорю Я Что Такой Авторитет То Что Мы Понимаем Под Авторитетом Приобретенное Уважение Авторитет То Когда Мы Говорим О Авторитете Значит Этот Человек У Которого Я Могу Поучиться Это Тот Человек С Которым Я Хочу Быть Вместе Это Тот Человек С Которым Я Хочу Быть Рядом Слушать Его Мудрость И Смотреть На Его Поступки На Его Жизнь Если Это Человек Верующий Подражать Его Верию Подражать Его Посвящению Его Жертвенности Как Он Живет Помните Ученики Сказали Рави Где Ты Живешь Да Он Говорит Пойдите Со мной И Посмотрите И Написано Они Пришли И Пробовали День Тот Там То есть Они Буквально Посмотрели Как Он Живет Поэтому Для Меня Ну Как Б Ты Понимаешь Для Меня Этот Вопрос Он Я Готов Учиться У Каждого Человека Смотреть На Хорошее То Что Мы Говорили Позитивный Чтобы У У Каждого Из Нас Есть Что Хорошее Вот Если Я Вами По Чуть Начал Общаться Понимаете Мне Для Вас Не С Свои Мысли Как Бы Там Что Вы Прошли Что Вы Победили В чем Мы Сейчас Это Интересно Я Шучусь Этим Я На самом Деле Несмотря На то Что Я Здесь С Вами Делюсь Каким То Опытом Вот Но Я Тоже Шучусь У Вас Я Тоже Обогащаюсь Вами Вы Понимаете Я В этот Момент Когда Я Что Отдаю Я Принимаю От Вас От Бога И От Вас Правда Очень Кратко Кратко Значит Если Рассматривать С точки Зрения Авторитета Мирского И Авторитета Духовного Это Небо И Земля Я Скажу Дополню Очень Часто Это Как Болезнь Нашего Христианства На Сегодняшний Момент Понятие О Авторитете Мирское Входит В Церковь Что Такое Авторитет Мирской В Двух Словах Это Лжеавторитет Который Как Бы Куплен На Каких То Когда Человек Пытается Быть Похожим На Человека Это Я Считаю Что Не От Бога А Когда Человек Пытается Перенять Эту Веру И Быть Верующим Таким Как Человек Это Другой Вопрос В В Отношении Авторитета И Уважения Я Считаю Что В Моем Понимании Оно Друг Без Друга Не Может Нигде Не Быть Авторитет В Переводе Мы Приобретаем Авторитет От Уважения Но Есть У Нас Безусловный Авторитет Который Дается Каждому Брату Каждой Сестре От Бога И На Основании Этого Человек Не И И Не Права Сказать Ты Потерял Во Мне Авторитет Если Он Верующий Человек Если Он Это Говорит Значит Это Проявление Невежества Безкультуре Или Безграмотности Но Это Не Означает Что Кто Может Потерять Авторитет Потому Что У Нас Первый Фундамент Бог Нам Дал Авторитет Очень Много Из Воспитание То Человек Как Он Сразу Не Виноват Что Вот Он Такой Пожалуйста Дайте Ларисе Микрофон Пожалуйста Был У нас Один Случай Мы Только Приехали С Ретрита Утром И Суббота Пришли В общину Все Такие Ну После Ретрита Понятно И Там Был Проповедник Один Который Так Нас Наполнил И Вдруг Мы Слышим Что Его Немножко Поносят На Проповеди Просто Привели Один Такой Случай Который Там Был С кем То Этот Человек Упал Потерялся И Такой Протест У нас Был Я Потом Тяжело Выходила Из Этого Я Примирилась Но Я Сказала В Глаза Всю Правду Да А Что Делать Ну Хорошо Что Я Отошла Так Быстро Она Так Наполнил Мы Приехали И Вдруг Ну Прямо В этот же Дель Давайте Я вам Расскажу Я расскажу Наш Как бы Так Обнажаюсь Перед вами О моей жене И о себе Фаина Она у меня Была Больше Такой Импульсивная Больше Эмоциональная И у нее Компания От друзей Такая Была Да Вот Она Доуверования Такая Была Общительная Вот Как бы Так Часто У них Там Были Сходники Стрелки Какие-то Тусовки И так Вот То есть Она так Воспитывалась У нее Там Был В семье Папа и мама Брат родной У брата Там Куча Друзей Вот И как бы Брат был Старше И там Все друзья Брата Знали Что Вот Есть Фаинка Если ее Кто-то Тронет То там Конечно Ну В общем Как бы Она Достаточно Могла Себя Чувствовать Ну Как бы Свободно И Она Мне Разрешила Об этом Сказать Что Она Даже Была Своевольная Я у нее Спрашивал Можно я об этом Расскажу В Одессе Она говорит Да Вот И ей было Из-за того Что вот У нее были Какие-то Такие Свои Ну Предубежденности Амбиции Ей Трудно Было И в первом Браке И потом Уже Когда Мы с ней Поженились Ну Стать Под мужа Смириться Под мужем Ну Тяжеловато Было Нет Вы Понимаете Я Был Человек Да Я Просто Закончил Микрофон Пожалуйста Тебе будет сложно Но ты сможешь Ну так Послушай Как это Повлияло То есть Дальнейшее Это свидетельство Оно Может Помочь Я был человек Вообще Другой Я Вообще Другой Я Как Я Говорил Я Рос у мамы Один И мы Жили Достаточно Так Ну Бедно Нуждались И Воспитывался Без отца Это Положило Свой отпечаток Вот И Не было Велосипеда В детстве Мне так Хотелось Я так Завидовал Я так Просил Ребят Там Во дворе Дайте Прокататься И когда Они мне Отдавали Я просто Брал этот Сухарик Который взял Из дому Который Еще Не доел Поворачивался И где-то Там себе Плакал И так Себя Жалел Ну в общем И так далее Когда мне мама Первый раз Купила джинсы Вот Она получала 80 рублей На то время Работала на Кожзаводе Тяжело И я Я очень Хотел Джинсы Я был В четвертом Или пятом Классе И когда Она мне Купила Какие-то Джинсы Я такой Был Счастливый Я такой Был Довольный Ну знаете Как Какие-то Такие Ну в общем Вот Поэтому Я был Не очень Общительный Вот Из-за Своего Воспитания Вот И Меня так Как бы Не учили И у Мамы Как бы Таких Не было Сильных Друзей У нее Тоже Была Достаточно Сложная Жесть У матери Она В 14 Лет Осталась Вообще Сиротой Ее Мама Моя Бабушка Умерла То есть Вообще Сиротой Осталась И Она В 14 Лет Пошла У нас В Бердичеве Работать На кожавиный Завод Тяжело Она там Работала Там же Разные Химические Добавки В общем Тяжело На вредной Работе Работала Рано Замуж Вышла И Муж Оказался Мой папа У них Не сложилось С первых же дней И Когда у меня было Полгодика Они разошлись Вот Сережа Я вас Понимаю Вот И вот Мы Покаялись Вот И Ну Мы Нашли Друг друга Мы Понимаем Что это Бог нас Соединил Судя Из ее Прошлой Жизни Из моей Жизни У нее Первый Брак У меня Первый Брак Он Неудачный И Дети Остались От первых Браков Вот Поэтому Когда мы Пришли К Богу Вот Мы Пришли Вот Такие Совсем Разные Вот Представьте Фаина Я Вообще Разные Люди Вообще Просто Разные Я Такой Замкнутый Вот И Она Такая Веселая И Компанейская И Вот У нее Возникали Вопросы Вот Первое Время Когда Вот Мы Уже Ходили В церковь Как же Теперь Быть С моими Друзьями Я Ж Такая Компанейская Общительная Как же Я Могу Это Все Оставить Вот У меня Ж Только Друзья Друзья Задавали Вопросы Фаина А что Тебя Не Видно Там А где Это Она Переживала Что же Будет На самом Деле С ее Друзьями Но Вы знаете В результате Того Что Мы Обратились Богу Конечно День За днем Неделя За неделей Месяц За месяц Бог Вкладывал Настоящую Дружбу Потому Что В старых Отношениях С друзьями В тех Прошлых Конечно Не было Искренних Честных Взаимоотношений Все равно Где-то Была Неискренность Нечистота Где-то Такое Предательство Обманывали Ну Как бы Дружили Ну Какая-то Была Дружба Дружба Этого Мира Это Не Дружба С Богом Да Поэтому Конечно Когда она Пришла К Богу То Это Начало Все Меняться И В результате Этого Бог Ей дал Новых Друзей Верных И тем Более Потом Через Полтора Года Верования Вошли В служение Вот Кроме Этого Появились Многие Друзья В других Восполнил Эту Нужду И То есть Она Сейчас Просто Действительно Счастлива Довольна И рассказывает Об этом Семь И теперь Старые Друзья На это Все Смотрят Они Нам Звонят Ей Звонят Они Знают Что Мы Верующие И Просят Помолитесь За то За то То есть Реально Как бы Они Еще К нам Не Приходят Богу Не Приходят Но Они Понимают Что В нашей Жизни Что Произошло Что Мы Не Уехали В Германию Что Вот У Нас Уже Вот Община И Люди И Там Как бы Даже Если Они Там Много Не Слышат Что Вообще Не Происходят Но Они Видят Какие Рекламы В Городе Какие Статьи В Газете Там Что Еще Где Мы Как Фигурируем Заявляем О Себе Говорим О О Чтобы Мы Все Пришли Богу Ну И Так Далее Вот В Результате Моего Прихода К Богу На Меня Это Тоже Очень Сильно Повлияло Потому Что Я Из-за Того Что Ну Был Вот Такой Необщительный Необщительный Я Помню Первое Время Меня Вот Интересовало Вот То Что Я Вам Говорил Я Вникал В Слово В Себя В Учение Мне Было Это Интересно Я Задавал Себе Кучу Вопросов То Есть Меня Это Интересовало Но Я Очень Прекрасно Помню Когда Приходили Люди Вот Или Где-то Мы Находились В Таких Общениях Я Продолжал Быть Тем же Ветхим Вадимом Знаете Вот Тем же Таким Еще Неизмененным Не Очень Общительным Таким же Замкнутым Вот Но В Результате Всего Этого Конечно Оно Начало Все Меняться Вот Я Больше Начинал Общаться И Благодаря Моей Жене То Есть Вы Понимаете Как Это Сравнить По Шкале Вот Она Вот Как Бы В Этом Направлении Была Вот Наверное Вот Такая А Я Вот Такой В результате Когда Мы Пришли К Богу Я Начал Подниматься В Общении Она Опускаться Ну В свою Меру И Это Такой Баланс Принесло В Нашу Семью Очень Сильный Баланс И Тогда Когда Я Зацикливался На Себе Раньше То Есть Из-за Того Что Я Начал Общаться С Людьми Я Даже Помню Как Нам Мне Гаврила Вадик Выходи Оттуда Выходи Из Этой Келии Вот А Я Тоже Мог Сам Кушать Как Мимфифосфей Да Я Тоже Мог Сам Как Ну вот Значит Я Вот Такой Вот Такой Вот Я Да И Жена Мне Очень Сильно Помогала На меня Так Дорогие Жены Будущие Жены Мамы Вот Просто Вы Можете Быть Хорошими Помощниками Для Своих Мужей Она Меня Очень Сильно Подталкивала И Я Принимал Это Я Соглашался Вот И Понятно Что Я Понимал Что Я Муж А Потом Стал Пастором Так Духовная Власть И Потом Когда Мы Попадаем На Какие Конференции Что Жена Должна Быть Послушна Мужу Я Для Себя Не Видел Что Нужно Любить Своих Жен Так Как Христов Возлюбил Церковь Свою Я Дал Жизнь Свою За Нее Потом Когда Я Себе Представлял Что Мне Как Мужу Нужно Дать Жизнь За Свою Жену У меня Конечно Волосы Поднимались Вот Ну Вы Понимаете Вот Эта Вся Борьба Вот Но Она Мне Помогала Она Настаивала Настаивала Выходи Просто Вадик Выходи Из этой Комнаты Иди Люди Пришли И постепенно 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 Вы знаете Я начал Общаться Сейчас У меня Уже Очень Много Друзей И Одно Из Моих Любимых Хобби Вот Честно Вам Общаться Вот Для меня Вот Мы можем Кушать Общаться Вот Не то Что Десять Минут А вот Несколько Даже Там Времени Часов И для Меня Это Интересно Общаться Вот Это То Что Бог Сделал Насколько У меня Была Засыкленность На себе Вы Понимаете То Своими Силами Я бы Этого Не Добился Вот Но В результате У того Что У меня Вот Такая Жена Бог Дал Мне Ее И Она Остепенилась В свою Меру И Я Как бы Поднялся И мы Так Друг друга Дополняем И даже Сейчас Вот Как бы Эти Хорошие Качества Есть Да Вот Там Когда Надо Мы Бежим Вперед Все Побежали Когда Вижу Что Она Бежит Вперед Я говорю Фаня Стоп Она Понимает Да Вадик Ты Прав Действительно Вот Здесь Ты Меня Тормозишь Да Классно Все Или Например Когда Я Торможу Вот В чем То Она Мне Говорит Вадик Здесь Надо Побыстрее Не Надо Как Это Ребята Важно В служении Вообще Людям Вот Этот Вот Процесс Нашей Помощи Когда Люди Нуждаются В нашей Помощи Нашей Заботы И Если Мы Где-то Время Скажем Ну Потеряем Время И Не Дойдем До Конца Вот Она Очень Часто Любит Вот Надо Решить Эту Проблему Время Идет Ситуация Усугубляется Вот Надо Решить Вот Поехали Сейчас Вот Звони Сейчас Вот Надо Сказать Сейчас Знаете Вот Буквально Я Просто Та Ты Что Так Это Ж На Мою Голову Просто Она Как Не Понимает Что На Мне Еще Куча Других Ответственностей Вообще За Которые Она Вообще Не Отвечает Она Думает Что Это Для Меня Просто Как Орешки Щелкать А Это Для Меня Что Ж Какое Это Бремя И У меня Получается Что Она Мне Как Б Сво Еще Бремя На Мои Плечи На Голову Ложит Знаете Я Просто Начинаю Я Говорю Фаня Ты Понимаешь Я Вот Понимаю Что Вот Здесь Мне Время И Она Начала Прислушиваться Потому Что Она Из тех Людей Которые Вот Надо Сделать Именно Дойти До Конца Именно Сейчас Не Ждать А Я Понимаю Что В Некоторых Ситуациях Надо Подождать Надо Дать Человеку Время Надо Дать Богу Время Чтобы Вмешался Каким Обстоятельствам Что Ты Некоторых Примерах Показывал Фаня Здесь Гнаться Не Надо Здесь Нужно Подождать Здесь Нужно Чтобы Человек Как бы Вот Давай Через День Поговорим Давай Через Неделю Поговорим Давай Сделаем Эту Встречу Не Ты Я А Кто То Из Других Людей То Ищем Другие Варианты Вот И Приходил Баланс Вы Понимаете Приходил Этот Здоровый Баланс И Она Видела Что Действительно Это Правильно Вот И Наоборот Когда Мы Успокаиваем Потому Что Много Всего Другого И Я Вижу Ее Настойчивость Я Вижу Что Она Наставит Вадим Надо Решить Это Вот Надо Решить Она Капает Не Капает Вот Ну Как В Хорошем Смысле Я Понимаю Что Если Она Уже В Этому Настойчиво Значит Это Ну Такой Крик От Бога Реально Я Уже Не Раз Убеждался Я Почувствую Что Это Духа Святого Что Вот Она В хорошем Смысле Возбуждена Чтобы Решить Эту Проблему Тогда Я Тут Набираю Обороты Все И Ее Импульсивность Эмоциональность Она Приведет К тому Что Действительно Что Если Я Промерил То Ситуация Усугубилась Были Были Проблем Ну И Так Далее Вот Поэтому Может быть Ульяна Тебе Что Помогло Сегодня Да Давайте Помолимся Дорогой Господь Мы Очень Тебя Благодарим За то Что Ты Нас Учишь Боже За то Что Ты Нас Наставляешь И Боже Ты Дал нам Все Необходимое Чтобы Нам Расти И Укрепляться Спасибо Тебе Дорогой И Боже Дай нам Быть И стоять В той Свободе Которую Ты Нам Даровал Не Подвергаться Опять Игу Рабства Боже Но Свидетельствовать Себе И Всякому Человеку Что Ты Наш Господь Говори Себе Что Твоей Благодати Достаточно Что Твоя Благодать Нечетна И Что Мы Можем Идти За Тобой Доверять Тебе Быть Победителем Вместе С Тобой В тех Трудных Разных Ситуациях И обстоятельствах Которые Будут На нашем Пути Боже Я прошу Тебя Укрепи Наше Колено Утверди Наши Шаги В том Призвании Призначении Которые Мы Имеем Бешем Ишуа Мешигейна Во имя Ишуа Мессия Израиля Мессия